Добрый день, меня зовут Богдан, я являюсь специалистом технической поддержки компании E-Markets. Сегодня мы с вами рассмотрим процесс регистрации счета инвестора и инвестирования в одну из стратегий, представленных на нашем сайте. Первое, что необходимо сделать для того, чтобы стать инвестором и начать получать прибыль от своих инвестиций, это пройти регистрацию и получить данные для входа в личный кабинет компании. Доступ в личный кабинет предоставляется каждому клиенту, имеющему реальный торговый счет. Для того, чтобы открыть торговый счет, необходимо нажать на главной странице сайта кнопку «Открыть торговый счет» и пройти несложную регистрацию. В процессе регистрации автоматически создается торговый счет. Вам будет предложено выбрать один из типов счетов, подходящий вам. Этот счет не является инвестиционным и предназначен исключительно для самостоятельной торговли в платформе MetaTrader 4. В случае, если вы не планируете вести торговлю, вы можете выбрать стандартный счет Classic, наиболее подходящий новичкам, и продолжить процесс регистрации. После этого на указанный почтовый ящик придет письмо с логином и паролем для доступа в личный кабинет. Форма входа в личный кабинет расположена в шапке нашего сайта и доступна с любой его страницы. В этой форме мы вводим полученные в письме данные и нажимаем кнопку «Войти». Теперь мы находимся в личном кабинете. Здесь вы можете увидеть торговый счет, который открыли при регистрации, а также дополнительный счет под названием «Кошелек». Кошелек – это основной счет компании, не привязанный к торговой платформе. Он предназначен в первую очередь для упрощения процесса пополнения счета, инвестирования и операции внутреннего перевода средств между другими счетами вашего кабинета. Для того, чтобы инвестировать средства в стратегию, нам необходимо пополнить баланс кошелька. Минимальная сумма для инвестирования в стратегию устанавливается управляющим, но не может быть ниже 100 долларов. Для того, чтобы пополнить баланс кошелька, необходимо нажать на кнопку «Пополнить счет» в шапке личного кабинета. В этом разделе вы можете выбрать любой удобный для вас способ пополнения и воспользоваться им. Обратите внимание, что наша компания компенсирует комиссию любой платежной системы, которую вы используете. После пополнения счета мы можем начать процесс инвестирования и перейти к выбору управляющим. Для этого необходимо войти в раздел «Инвестиции» и нажать на кнопку «Стать инвестором». У вас появится доступ к рейтингу стратегий. В рейтинге стратегии представлены управляющие, а также основные параметры их торговли. Вы можете отсортировать этот список по нужным вам параметрам, а также войти в личную карточку управляющего, где увидите детальные параметры стратегии и несколько графиков, полностью отражающих параметры его работы. После того, как вы изучите личную карточку стратегии и примите решение о инвестировании, необходимо вернуться в рейтинг стратегий и нажать на кнопку «Инвестировать» напротив названия стратегии. Перед вами появится заявка на инвестирование в стратегию. В первое поле указывается сумма инвестирования. Второе поле – это процент потерь, то есть допустимый стоп-лосс. Стоп-лосс – это принудительное закрытие позиций при достижении максимально допустимого уровня потерь по отношению к депозиту. Если управляющий достигает убытка, обозначенного в этом поле, средства в принудительном порядке выводятся из стратегии и поступают на кошелек в вашем личном кабинете. Также вы можете увидеть параметр «Разрешить реинвестирование». Этот параметр контролирует то, каким образом будут переведены средства в период распределения прибыли. В случае, если галочка установлена, прибыль в момент распределения будет поступать на счет стратегии и дополнять уже имеющийся там депозит. Если же галочка не установлена, прибыль поступит на ваш кошелек в личном кабинете. После того, как заявка будет заполнена, необходимо нажать на кнопку «Подать заявку». В скором времени заявка будет обработана. Ваша инвестиция появится в разделе «Инвестиции», «Инвестор», «Мои инвестиции». Теперь вы знаете, как правильно инвестировать средства в нашей компании и можете сделать это самостоятельно. Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в службу поддержки нашей компании и получить квалифицированный ответ. Желаю вам успехов!